Казачество по-прежнему привлекает людей активных, неравнодушных и патриотически настроенных. В традициях казачества всегда быть готовым к защите Отечества. Отсюда и повышенное внимание к военной подготовке казаков. Военно-полевые казачьи сборы – прекрасная возможность для того, чтобы продемонстрировать высокий уровень этой подготовки. Казаки хуторских и станичных казачьих обществ Славянского района, входящие во 2-й полтавский казачий полк, собрались в прекрасном месте на стадионе Станицы Петровской на уже ставшие традиционными сборы. Настроение у участников сборов было приподнятое, им предшествовала большая подготовительная работа, что позволяло провести мероприятие четко и организованно. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Господин Исаул, личный состав 2-го полтавского полка для проведения военно-полевого выхода построен. Командир полка, войсковой сторожина Михайленко. Здравствуйте, братья казаки! Здравия желаю, Робин Исаул! Поздравляю вас с началом полевого выхода 2-го полтавского казачьего полка! Ура! 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 Станица Петровская сохраняет свой казачий дух, и потому здесь очень рады видеть своих славянских братьев по оружию. Станица Искона Казачья, в этом году нам исполняется 204 года с начала основания. Значит, Петровская земля полита кровью казачьей и овеяна славой. Все знаете, что у нас является, значит, для нас примером наши великие казаки, полные георгийские кавалеры. Бардыш, Тимофей Трофимович, Васильченко, Дмитрий Петрович, Краценко, Савва Данилович. Воинское сословие продолжает жить и развиваться, играя все большую роль, и на сборах можно наглядно увидеть силу казачества. Развитие современных военных технологий не уменьшает значимость боевой выучки и слаженности. В этом уверен атаман славянского районного казачьего общества Александр Заволока. Настоящий воин должен уметь пользоваться элементарными средствами связи, должен выживать в сложных климатических условиях. То есть, все это мы стараемся показать и донести до наших казаков, показать, как работать при отсутствии связи, умение работать с ножом, стрелять с винтовки, метать гири, подтягиваться. То есть, это спортивная составляющая, это азы элементов оказания первой медицинской помощи, это ориентирование на местности. Казаки военно-исторического клуба «Плавни» продемонстрировали участникам сборов исторические вооружения и экипировку казаков. Их экспозиция оружия и снаряжения пользовалась повышенным вниманием всех участников. Мы не должны забывать, кто мы, кто были наши предки. Казаки, в первую очередь, это воины. То, что мы сейчас здесь разложили, показываем, это все историческое. Винтовка мусина царская, шашки кавказского образца, черкеска, вся казачья справа, все элементы для несения воинской службы. Вот, почему так? Потому что сейчас, в современное время, многие забывают, кто такие казаки. Вот, испокон веков это были воины, защитники. Технологии военные идут вперед. Что было 20 лет назад, это было 20 лет назад. Сейчас уже вооружение меняется. И чтобы им умело пользоваться, нужно проводить вот такие военно-полевые сборы. Чтобы мог казак управляться, вот управляется же, да, мужчина, вилкой-ложкой. Вот так вот казак должен управляться, обязан управляться оружием. Среди членов клуба есть ребята, которые перенимают опыт у старших, в том числе по владению шашкой. Сергей Бедягин продемонстрировал, что в умелых руках и кнут может быть серьезным оружием. Спартакиада казаков показала, что есть еще порох в пороховницах. Она включала в себя подтягивания на перекладине, бросание гири на дальность, стрельбу из пневматической винтовки, метание ножа, бег на казачью версту, преодоление полосы препятствий. Особый интерес вызывало у многих метание ножей в цель. Хорошо метать нож – это не так-то просто. Метание ножа требует, во-первых, силу, потому что можно просто кинуть нож, он там еле-еле воткнется, а можно на повал его метнуть. Во-вторых, это, ну да, умение, потому что его можно просто бросить, а его можно все-таки воткнуть попробовать. Если ты научишься нож метнуть, то у тебя уже все может пойти туда. Если ты хочешь часто попадать туда, тренировка, бывает заскакивает в цель именно случайно один из пяти. А вообще это надо вырабатывать глазами, то есть куда ты смотришь, туда и попасть. Атмосфера на соревнованиях была самая непринужденная и дружеская. Казаки всех возрастов не только старались добиться отличных результатов, они помогали друг другу, делились опытом. Полевая кухня на сборах сработала просто отлично. Их участников накормили вкусным обедом. Ансамбль казачьей песни «Родные берега» выступил для всех собравшихся, исполнив задушевные песни, так много значащие для казаков. Казачья песня «Родные берега» Сборы с каждым своим проведением все прибавляют в своем уровне. Поэтому совсем не случайно атаман Таманского отдела, кубанского казачьего войска, герой труда Кубани Иван Васильевич Безуглый, который приехал на сборы, отметил отличную их организацию и отменную подготовку славянских казаков. Вы провели военно-полевой спор. И я посмотрел, все на высочайшем уровне. Это благодаря усилию и усердию правления, атаману районного казачьего общества достойно всего Иклития. Для того, чтобы защищать Отечество. И я знаю, что казаки были и будут востребованы. Я вам скажу, в свое время, тридесятка лет назад, мы создали первый полтавский казачий полк. Понимая то, что наши отцы и деды защищали Отечество во все века государства российского. И мы должны. Лучшие из лучших казаков были отмечены наградами. Также после подведения итогов состоялось награждение отличившихся участников. В общекомандном зачете победила команда Петровского станичного казачьего общества. На втором месте Анастасиевцы. На третьем команда из Черноярковской. В трех видах состязаний, подтягивания на перекладине, стрельбе из пневматической винтовки и преодолении полосы препятствий лидером стал Сергей Пушкарев. Я очень рад, что я победил в этих номинациях. И я считаю, что это мне пригодится в жизни, как будущему воину. Тебе нравится вообще физкультура, спорт, вот это военно-прикладные виды? Да, очень нравится. Я буду заниматься, продолжать заниматься и буду готовиться к следующим соревнованиям. Сборы стали важным шагом в росте воинской выучки славянских казаков и они запомнятся всем участникам, потому что помогают решить важнейшую задачу патриотического воспитания подрастающего поколения. Юные казаки берут пример со старших с тем, чтобы впоследствии уверенно встать в общий казачий строй. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа События.